Всем здравствуйте! У нас первый лёд! Ребята, можете меня поздравить. Наверное, уже кто-то был на первом льду. А мы только сейчас начинаем открываться. И сегодня мы с вами проверим, что лучше на тонком льду. Мы сегодня собрали целую экипировочку. Сегодня мы будем проверять, что лучше. Тяжёлая такая пешня, больше трёх килограмм. Или совсем лёгкая, около килограмма. Или вообще ледобор. Что лучше на тонком льду? Сегодня проверим. Погнали! Ребята, посмотрите, жерлица встала. Нам бы сперёд сказали, уже трёх поймали щук. И при нас одну вытащили. Вот опять с работочки, прям от нас побежали. Сейчас посмотрим, будет ли очередная щучка. Смотрим. Опа, подсечка. И есть! Походу есть, ребят. Шнурочек! Вот сейчас проходим мимо ребят. Какой-никакой улов есть. Вон, две щучки лежит, этот жерлиц. И окуньки, так и хочу сказать, неплохие. Ну, расскажи немножко. В общем, рыбалка сложно, сложно поклёвывает. Хорошо, нет. Ну, в общем, пошли мы половину водоёма. Поклёвок не было ни одной. Пришли сюда, закормили кормовым отылём. И начались, да? Да, под берегом поклёвок нет. На середине водоёма поклёвки начались. Поклёвывают и клапы и окунь. Подайцы и мелкие. А на что же ловишь? Расскажи, пожалуйста. Мармышка. Карга 2,3. Золото. С остаткой мотыля. Леска 0,07. Вот, видите, какая тоненькая. А вот щуки, я знаю, то, что нажарится. А живец у вас какой был? Фискарь. Фискарь. Спасибо за интервью. Мы пошли дальше тоже пробовать. У нас соревнования. Между, повторяем. Бур. Обыкновенный мой любимый торнадо мини. Бур. Дальше. Очень лёгкая пешка, которая весит совсем лёгко. Даже, наверное, килограмма здесь нету. Очень лёгкая. Ручка от лопаты самодельная. А вот эта вот, она уже тяжёлая. Не знаю, металлограмм, наверное, 3-4 весит. Такая тяжёлая. Вот она. И сегодня, и сейчас будем пробовать, какая из них лучше, из этих трёх вещей, что лучше делать лёгко. Ребят, вот вы спросите, почему я выбрал такую вот местность для границы мутного и прозрачного льда? Этот лёд, он достаточно прозрачен, и рыба может видеть нас. Так, сейчас посмотрим, видно ли что-нибудь. Да, всё, ну, даже я вижу неплохо. Правда, рыб пока нет. Почему я выбрал такой вот лёд, который мутный? Потому что на мутном льде рыба нас не будет видеть, и там наверняка она прячется от прозрачного, где она может нас видеть. Поэтому пойдёмте туда, и начнём мы с лёгкой пешки. Ребят, ломка готова. Ну, хочу сказать, я была не лучшего мнения. Вообще, она лёгкая, это огромный минус. Вообще, очень тяжело пить, и в принципе, тяжело. Сейчас берём тяжёлую пешку, погнали, посмотрим, как она будет себя вести. Обязательно надеваем на руку вот эту вот ниточку, чтобы пешня не ушла, а то в одном ролике мы её утопили, но не эту. Так, погнали, попробуем. Теперь мы смотрим, как она будет нормально. Вот это да, один удар и практически пробил. Это гораздо удобнее, ребят, ну честно. Ребят, всё, ломка сделана. Хотела показать такие очень интересные ножи двойные. Вот они, видите? Один побольше, второй поменьше. Ну, хочу сказать, хорошая пешня, но всё равно как-то из-за веса тяжеловато. Погнали попробуем моим любимым буром торнадо-мини присоединить. Посмотрим, как он себя поведёт. Берём бур. Хотела сказать, буром легче всего. Я бы сказала, буром лучше всего. Но пешню на первый лёд нужно брать обязательно, чтобы не провалиться. Безопасность прежде всего. Но буром лучше всего и удобнее. Ребята, ушли сейчас очень далеко. Прошло примерно где-то 3 часа. Сейчас папа подошёл с камерой. Вот нашёл луночку, вроде бы окунёк начал поклёвать. Давайте ради интереса попробуем, потому что я сначала здесь начал на балансе. Я смотрю, тык поклёвки. Но здесь как бы на дне трава. И папа говорит, да это трава. Потом взял мормышку и прям сразу тык одного поймал. И потом ещё трёх поймал. Короче, всё. Давайте попробуем без мотыля. Может быть, мормышечки будут работать и без мотыля. Без мотыля существует для чего-то? Её ловят без мотыля. Давайте попробуем без мотыля. Как маленькую блёсенку сейчас буду пробовать. Так, опускаем. Я вот так вот на дно кладу. И потом начинаю так снимать. Вот такими вот движениями. Не, наверное, всё-таки нужен ему мотыльник. Вот он. Видали, какая поклёвка? Я не знаю, видели ли? Не знаю, успел ли папа настроить, но прям такой удар. Вот он. Вот такой красавчик. Не крупный, но приятный. Первый лёгок. И первый, ну какой, четвёртый акулёг. На, можно сказать, на мормышку без мотыля. Большой персаль. Так, зови папку. Морку дедушку да бабушку. Ребята, вот, наверное, знаете, за чего он начал брать без мотыля? Потому что это, во-первых, спортивные снасти, очень тоненькие лесочки, маленькие мормышки. А ещё такой секрет. Я поставил на лесочку, перед мормышечкой, бисер, бисер. Который, когда падает, он может его именно такой вот жёлтенький. Может быть, именно из-за этого он и клюёт. Егор, а разве можно на соревнованиях использовать бусинку? Вот правильно ты сказал. На соревнованиях ни в коем случае. Это считается нарушением. Типа рыба лучше будет клювать. А в любительской рыбалке используем. Опа, опа. А вот это уже длина. Знаешь, наверное, надо ещё брать длинный глисной или балансиры ходить. Что-то игра какая-то странная. Вообще, это. Реглиссируем, давай, давайте. Моркин, надо плавать много секи... Ну, такой секи-лявочки. Сцепилась одна, бедненькая. Ну, её уже не спасти. Конечно, сейчас мы её отцепим и, собственно, отпустим. Но, мне кажется, выжить после такого мало героя дно. Ну, на блесну вообще не клюёт. Я предлагаю попробовать... На мормышку у нас были поклёвки без мотыля. Предлагаю попробовать на безмотылку. Безмотылка... Сейчас покажу. Вот у меня вот здесь. Вот такая вот вещь с кубиком. Она разная бывает. Бывает побольше, бывает поменьше. Ребята, кстати, все мокивки у меня маркированы. Например, этот. 175-й. Это его толщина. Это микромилли в миллиметр. Я даже не знаю, как это. И 7 сантиметров он. Всё указано, всё видно. Это, кстати, очень удобно подбирать под него мормышки. Посмотрите-ка, не хочет. Всё-таки выдразил я его. Вот она, красота. Давай, зови крупных окуней. Доплотни улыбку. А-па-па-па-па-па-ячи! Пробасил на этой, на лунке. Вы видали, ребят? Вот такое вот у нас сейчас ветра дуй. А-а-а, холодно. Илья скапутается! А-а-а! Ребята, солнце уже заходит, и здесь начинает образовываться тень, начинает быть очень холодно. Пальцы уже, хотя бы я в перчатках, очень сильно обмерзают. Ну, не обмерзает, но очень холодно, короче. И само тело замерзает. Что бы я без своего папы делал? Вы знаете, какой стол накрылся, ходил в машину. У меня здесь колбаска, хлебушек, все самое вкусненькое. Приступаем к лидерам. Начну с супчика. Бульончик такой густой, можно даже попить. Ой, кипяток. Вот и закончилась наша рыбалка. Ужасная, вот ужасная сегодня погода была. Хотя, почему ужасная? В принципе, нормальная. Но было очень холодно, минус 11-12, даже сейчас такая температура очень холодная. Даже вот сейчас руки трясутся. Сегодня, вот говорят, осенний день короток. Хочу сказать, ребят, зимний еще короче. Сегодня провели испытание, потестировали пешню. Кстати, вот эта новая пешня, мы ей сегодня первый раз. Проверили, что лучше. Бур, там, пешни. Бур, конечно, лучше, им удобнее. И, короче, не так устаешь. Ну, пешня, хочу сказать, вот такая вот. Но уже сейчас лед такой 7 сантиметров. Для нее уже большева, даже 10. Рыбалка доволен. Первый сезон, считаю, открытым. Вот такой вот улов взял. Чуть-чуть посолить, чуть-чуть на уху. В основном окунь. Но сегодня папе попалась вот такая. Вот такая красавица. Плотвичку одну мы тоже здесь поймали. Вот. Окунь некрупный, наверное, до 100 грамм. Ну, а с вами был Игорь Михайлович. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok